дмитрий сделай вступительное слово если можно нет а ну хорошо тогда юрий анатольевич сегодня нам расскажет о том как использовать инструмент который он создал для того чтобы а дальше он расскажет для чего я прав юрий анатольевич да да правильно сейчас я на компьютере присоединюсь еще и это так секундочку а так так ну все я вижу хорошо видно извиняюсь за некоторую задержку то есть тема доклада будет задача вычисления полинома гельберта для систем полиномиальных дифференциальных разных уравнений все эти все три случая они очень похожи поскольку тут главная операция она коммутативно как полиномиальном случае это умножение на буквы на переменные дифференциального дифференцирования а в разностных уравнениях это сдвиги и поэтому поскольку каждый элемент там маном производные или сеточная функция может быть получена так сказать разными сдвигами по-разному но одна и та же ну типичным аном а так сказать икс игрек может быть получено умножением икса на игрека игрека на икса то есть видите разные умножения но получается один и тот же результат от то же самое дифференцирование дифференцируем у икс по игрек будет у икс игрек или наоборот производная ту игрек по икс тоже опять будет x икс игрек то есть нас получается как бы разные такие маршруты в том числе сдвиг это вообще маршрут идет какой-то который как вы по сеточной функции не ходите вы всегда к узлу может подойти разными способами вот и вот это как раз возникает проблема вычислений размерности то есть какое пространство тут решение вообще как его считать вот но я хотел доклад посвятить евгению васильевичу панкрасьеву с которым я был знаком вот он был и у меня оппонентом на кандидатской диссертации вот так вот тут сзади меня видно у нас раньше здесь была кафедральная комната когда-то очень давно и вот так случилось что я как-то поделился антонина гавриловна федорова она декан была книта в тот момент и активно занималась вот этим движением связанным с как это олимпиады по программированию которые проводятся чемпионаты мира по программированию и они как раз с ним очень сильно пересекались и так сказать как всегда в очередной раз я узнал что мир тесен вот и он он занимался достаточно так сказать разными областями но в том числе у него было так сказать и так называемый где вот тут идея дифференциального размерностного многочлена вот и так сказать вот это вот все изложение там достаточно очень громоздкая теория как можно так сказать эффективно считать этот многочлен гильберта по-другому я в докладе как раз постараюсь какие-то исторические сведения сказать а также показать как можно это все эффективно достаточно делать но и вести это понятие таком на интуитивном посмотреть как это все было в истории вот и он как раз вот достаточно много уделил которые здесь буду упоминать инвалидивные базисы ну как и байс и грёбнер вот у него его книги по компьютерной алгебре 2007 году была издана там 10 страниц посвящено инвалидивным базисом ну как бы я постараюсь сначала вести его интуитивно а потом уже это сказать давать все более более формально это сказать определение то есть так многочлен гильберта он так сказать пришел из вычислительного гибридической геометрии и представляет простейший известный способ вычисления размерности алгебраического многообразия заданного явными панемиальными уравнения то есть мы написали набор какой-то панемиальных уравнений возникает вопрос а как какое тут пространство решений то есть ну типичный пример какой вот возьмем как же забыла не называется этот набор стандартных всех функций кривые 2 порядка там у нас есть и эллипсы всевозможные том числе окружность есть гипербола парабола есть просто точки да то есть x квадрат плюс y квадрата равно нулю нас дает только единственную точку нам то есть вот этот весь набор то сказать его так сказать можно было бы посчитать с помощью многочлена гильберта то есть определить размер здесь число точек или там какой-то произвол у нас содержится в данном случае это кривая получается в двухмерном пространстве вот но мне интуитивно и я думаю что многим тоже кто именно не занимался алгебраической геометрией что проще это все смотреть на дифференциальное уравнение дифференциальное уравнение это соотношение на коэффициенты формальных рядах тейлора то есть мы можем ряд тейлора то есть почему слово формально употребляется это связано с тем что я никакой сходимости дифференцируемости и так далее не рассуждаю просто формальный ряд и я пытаюсь его как бы таскать какие-то его свойства определить которые не требуют сходимость или чего-то еще но например противоречие если найду то есть дифференциальное уравнение не имеет никакого множества решений поэтому рассуждать о том что ну пустое множество решения рассуждать о том что можно дифференцировать нельзя дифференцировать ну не стоит этот вопрос так вот мы можем взять и подставить ряд тейлора дифференциальное уравнение потом при одинаковых там степенях там x y z t и так далее какие там координаты у нас присутствуют какие зависимые переменные приравняв все члены мы получим соотношение на производные или наоборот мы можем просто дифференцировать и всевозможным каким-то способом комбинировать исходную систему уравнений то есть добавлять то есть убавлять мы ничего не можем а добавлять можем и тогда мы получим так сказать всевозможные соотношения на эти коэффициенты ряда тейлора и сразу возникает вопрос а вот эта бесконечная система уравнений на коэффициенты ряда тейлора она какую во первых имеет ли она решение во вторых естественно к каково пространство этих решений вот особенно это актуально для так называемых дифференциальных уравнений ты написал сложных услуг сложных случаях это конечно такой термин жаргонной то есть у вас например просто уравнение разных порядков и тогда сразу же вот определение числа произвольных производных формальных ряда тейлора становится сложным я сейчас поясню на характерном примере вот уравнение лапласа рассмотрим ну казалось бы что может быть проще ну как меня раньше учили что раз уравнение второго порядка а двух переменных значит здесь две произвольные функции о двух переменных ну и тогда то сказать все хорошо вот мы можем представить видя такого формального ряда записать и у нас все хорошо получается но так сказать тут как бы тяжело провести оценку какие члены у нас произвольные а какие мы можем посчитать вот и для этого так сказать удобно этот ряд пересуммировать то есть давайте мы сделаем сумму построим по степени полных попа по его полной степени производных то есть я беру q у меня в данном случае степень полная то есть вот производная ду по q стоит вот это вот биномиальный коэффициент как раз задает нам число функций у нас две переменных тут надо отнять единичку кушать и понимать немали единичку было бы ну так сказать полное число всех производных до порядка q а когда так то у нас получается в точности число производных порядка q ну тогда такой простой функции мы так сказать пересуммируем самый ряд вот то есть тогда мы можем строить функцию роста как у нас растут вот эти произвольные коэффициенты ряда тейлора которые так сказать мы можем объявить произвольными константами поэтому произвольные так сказать производят коэффициенты то есть мы можем взять разные константы а через них уже все остальные производные уже определяется но в точке естественно x там 0 y 0 то есть функция роста произвольных производных как функцию от куб уж здесь вот при обычной как привычной записи ряда тейлора этого ничего не получается но я сейчас эту функцию просто подтвержу что мне так сказать очень нравится сам по себе язык сейчас я рестарт сделаю язык питон и пакеты которые в нем присутствуют вот это символьная 7 симпа это символьный питон агб инф это пакеты которые мной написаны но я так сказать попозже дам и ссылки на них ну получается смотрите ну вот биномиальный коэффициент у нас вот 53 то есть число производных там маномов сеточных функций от порядка переменных вот так легко можно так сказать встраивать ну так али латех то есть не совсем латеха как он называется код вот тут написано markdown здесь формулы можно записывать практически к латехи там некоторые ограничения будет то есть чтобы вот посчитать число маномов до таскать порядка не больше q от n переменных n эта степень зависимых ну переменных q это так сказать получается степень то получается вот то есть если у нас пять переменных степень 2 то будет 22 различные производные но можем это все попробовать и посчитать я вот так вот легко задаю здесь переменные x это у меня будет список зависимых переменных у функция ну я чтоб не бодрствую local при программировании я просто даю множество чтоб там повторы они аккумулировались за счет так сказать работы множество что в множестве таскать у нее элементы будут таскать уникальны все и вот по счету если подсчитать длину тут будет 21 по а вот именно в точности как когда порядка равного q то тогда таскать получается надо отнимать переменную вот можно задать например для что тут я прибавлял на каждом шаге накапливал то есть у меня была сама функция первые производные вторые производные так я извиняюсь я может быть увеличу а то я как-то подумал что экран мелкий так секундочку тут формула и он перерисовывает какое-то время затрачивает поскольку все написано там я не знаю на джаве и это не очень быстро все происходит вот расширилась вот и если это сказать все это посчитать кто будет в точности 15 как и в той формуле как ну и мы можем подчищать число свободных членов ряда тейлора в зависимости от степени производной q то есть нулевой ну то есть сама функция он только один и на него нет никакого соотношения потом так сказать добавляется вот я пишу один плюс два две производные по x и грек получается значит его три тут тоже все совпадает получается добавлять само уравнение я пишу здесь производной которая будет занята данном случае занята будет у xx поскольку она будет через у ирек и грек выражаться значит получается у нас всего шесть одна занята остается 5 вот так и есть по порядкам нулевой порядок 1 2 плюс 2 и получается 5 здесь у нас уже появляется и вот у x x x у x x и грек я тут многоточие просто писал чтобы не перечислять длинно то у нас уже получается 7 ну аналогично если вы посмотрите то для четвертого порядка получается видите опять только 2 добавилось 9 то есть если так продолжать рассуждение то получается вот такая простая формула я специально взял достаточно простой пример и вот получается многочин гильберта такой вот что 1 плюс 2 q при этом у нас q должно быть больше либо равно 2 вот я буду несколько раз это упоминать что там многочин гильберта он как раз там пишется что для достаточно больших q в определении я потом расскажу как определить почему должно равняться q и как это все зависит то есть данном случае у нас получился он с целыми коэффициентами но на самом деле это сказать он может быть и с дробными коэффициентами но он всегда будет так сказать и значение так сказать для целых q всегда будут целые числа но начиная с какого-то значения естественно сейчас вот я в данном случае сейчас покажу вот так сказать этот пример копируйте адрес ссылки ну вот тут это пример это насчитаны всевозможные так сказать примеры бенчмарки стандартные но я просто взял так сказать их можно и посмотреть вот для этой вот системы видите так с дробными коэффициент получается многочин гильберта можно посмотреть как она сама система выглядит так сам пример а нет секундочку а вот уравнение вот вот они выглядят в таком виде уравнения и вот эта система дает такое пространство решение то есть она это по-другому говорят не нульмерный идеал так вот ну более контру пример сложный вот возьмем уравнение на въезд окса у нас здесь как я написал пример почему сложно уравнение разных порядков то есть если бы был бы как бы они были одного порядка ну не всегда такие конечно случаи бывают но тогда можно как-то вот все это и так обойтись как обычно вот как говорил две произвольные функции а двух переменах но в данном случае у нас есть уравнение разрывности она в таком виде записи уравнение первого порядка два уравнения вторых сразу возникает вопрос сколько каких функций в общем решении и какой произвол в ряде тэлора то есть тут уже никак не определяется то есть если там простое правило замены то здесь простого правила не получается например если выберу у x у ты например производные которые будут выражаться через другие у нас получается что производная x по т и т по x это одно и то же но она может получиться разными способами и возникает вопрос а вот это вот бесконечная система соотношения на коэффициенты ряда тэлора она вообще имеет решение во вторых она же бесконечная значит я должен каким-то придумать способ как это разрешать систему то есть идея такая что надо придумать алгоритм на основании которого я тогда могу сказать что я легко решаю любое уравнение и могу сказать какие заняты производные какие не заняты производные то есть идея решить как бы систему бесконечную бесконечную систему уравнение решить ну можно попробовать искать избавиться по что вот михаил дмитриевич он мне задавал вопрос горит а вот мы введем там а я писал потенциал извиняюсь это вот функция тока конечно ведем функцию тока что к это как раз там ротор а в данном случае поскольку у нас двухмерный случай то мы вот таким правилам у равно фи по игре все по игре и в минус все по x то есть посмотреть то при подстановке это f1 уходит она становится тождественным уравнением но тогда мы можем задать f2 и в 3 в таком виде переписать ну и сразу тут видно что у нас возникает перекрестное дифференцирование то есть мы f2 дифференцируем по x а f3 по игре и у нас куча членов сокращаются то есть обычной перекрестное дифференцирование как проверяется в случае план простых таких систем переопределенных то есть когда там число уравнений выше чем число неизвестных или у вот как в данном случае у нас сразу появляется вот видно что они очень похож то есть мы должны проверить совместность но если тут все продифференцируйте старшие члены ушли и смотрите что получилось. У нас получилось опять уравнение второго порядка. А это уравнение третьего порядка, поскольку тут Лаплас стоит. То есть на самом деле мы ничем не добились, введя функцию тока здесь. Ну, кроме того, что у нас будет сложности с граничными условиями, поскольку мы все продифференцировали, и там была задача Дерихли оставить задачу Неймана. Вот и вся разница. Это как бы ничего нам конструктивно не дает. И опять же, остался такой же вопрос. Сколько и каких функций в общем решений? Какой произвол в ряде тылора? Он тоже неизвестен. Я в конце доклада дам ответы на эти вопросы. Ну, это вот основные работы, хотя и в последнее время там достаточно много работ связаны с этими вычислениями. Ну, надо понимать, что изначально специалисты по дифференциальным уравнениям, они как раз и занимались. И вот конец 18-го, начало, конец 19-го, начало 20-го века. Они как раз занимались вот этими, так сказать, задачами, пытались обобщить теорему Каши-Ковалевской, поскольку там уравнение первого порядка, а как вот у меня задана произвольная система, пусть даже квазилинейная, то есть там, ну, производные, так сказать, старшие производные по порядку, например, они линейно входят. И как мне это все разрешить? Ну, и вот основные работы. Помаре утверждает, что как раз характеры Картана, я чуть попозже дам их определение, но они, сразу могу сказать, что характеры Картана, многочлен Гильберта, или жесткость, или там сила, потому что перевод может быть не совсем правильный, по Эйнштейну, это одно и то же, просто оно легко там пересчитывается простым формулам. Вот, это как бы, зная одно, сразу однозначно определяется другое. Вот, Картан, вот их в честь кого и назвали характера Картана. Ну, и есть более современные работы, достаточно такие громоздкие, по вот этим вычислениям этих размерностей. Ну, я первоначально вот приведу пример, который взят из книги Памаре. Вот, у нас есть система, здесь В4-5 обозначает от функции В производную по по 4-й переменной, по 5-й переменной, производная по 1-й переменной, по 3-й переменной. То есть, у нас n равно 5, функция зависимая 1, порядок Q равным 2. Вот, ну, вот Памаре утверждает, что размерность, которая для G2, она равна 9. Ну, давайте проверим, чему она равна. На самом деле, так она и так и есть. Так, вот, ну, вот, эта система записана. Тут только индекс у меня чуть-чуть поменьше, на минус 1, поскольку у меня переменные заданы в виде списка, а список начинается с нуля здесь, в питоне. то есть, вот, у меня заданы все производные, вот их всего, я задаю сейчас производных от 5-ти переменных, второго порядка, их у нас получается 15. И вот, сама система уравнений, их получается у нас 6. Ну, поскольку они могут быть линейно зависимыми, тут мы, я не хочу, так сказать, мудрить, я просто беру и решаю, как система линейных уравнений. То есть, у меня каждая производная, это уникальный символ. То есть, у меня должно быть вот тут как раз 15, 5-1, 2, второго порядка и получается размерность 9. Ну, все правильно, и Памаре все правильно посчитал, что вот тут вот размерность, она равна 9. Возникает вопрос, а не получится ли соотношение, вот как я показывал, когда мы с новьей стокса было, то есть, мы взяли, подставили функцию, тут оказалось, что мы из уравнений третьего порядка получили уравнение второго порядка, вот как вот здесь было, вот уравнение третьего порядка, а вдруг получается соотношение на более порядок младших производных. И тогда, может быть, получится так, что у нас размерность резко упадет, то есть, система, так сказать, с ней непонятно, что надо сделать, то есть, надо как бы уже это уравнение учитывать, начинать. Вот. Вот он утверждает, что размерность G3, то есть, когда G3, это у нас сколько добавляется производных третьего порядка, и плюс вот эти соотношения, я их дифференцирую по всем переменам, то есть, их 5. То есть, у нас 6 уравнений, 5 я продифференцировал, у нас получилось 30 соотношений, ясно, что из них часть будет линейно-зависимой, вот. И надо определить саму размерность. Ну, сейчас я это покажу. Секундочку. То есть, всего у нас производных получается 35, вот тут я, так сказать, это использую Python, вот мы все элементы из списка Q дифференцируем по всем переменам из списка X большое, вот, добавляем в систему, я ее решаю и определяю. И у меня, видите, определилось, что размерность 13. То есть, только 13 производных третьего порядка я могу объявить произвольными. Смотрим на, так сказать, саму функцию. Тут идея, так сказать, была, кто занимался как раз вычислениями с дифференциальными уравнениями, они шли от задачи как раз определения размерности. То есть, как раз они тоже рассуждали про, так сказать, сколько коэффициентов ряда Тейлора можно объявить произвольными и как через них выразить остальные коэффициенты. И они их разбивали на классы. Вот. Самый старший класс это пятый, вот он, класс 5. То есть, у него все переменные могут быть вот это соотношение, оно может быть, так сказать, дифференцироваться по всем переменам 1, 2, 3, 4, 5. А вот для класса 4 уже пятая переменная является запретной, тут у них такие вот своеобразные обозначения, сейчас как бы система компьютерного по-другому обозначает сущность, да наоборот. Вот. И, значит, по ним только можно. Это по этому классу, это по этому классу. И они вот так считают размерность. То есть, у нас 5, так сказать, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 19 получилось. То есть, видите, размерность здесь получается больше. Она всегда будет больше либо равной, чем истинная размерность, 13. и тогда он говорит, что, значит, это, как бы, плохая система координат, то есть, не было алгоритма, по которому, как бы, четко определяли. Пыталось, ну, вот как я пытался делать на вес токса, давайте мы сделаем какую-то замену переменных, зависимых, независимых, и у нас там все будет хорошо и прозрачно. Ну, в общем случае, этого тяжело подобрать на самом деле. Здесь хороший случай, что можно делать перестановки. Вот делается такая перестановка, 2 и 3 меняются местами, получается 18, совершенно другой ответ. Вот, а тут вот я подхожу, что опять сделана очередная перестановка и получился вот такой набор характеров картана. Вот, и размерность, как он посчитал, в данном случае, совпало 13, и тут если посчитать, что получается 8 плюс 5, тоже 13, то все хорошо. Вот, я сейчас тоже попробую посчитать по-своему и попробую посчитать эту размерность. Сейчас, секунду, ну, наверное, лучше сейчас, да, лучше потом, позже. Так, система в инвалюции. Так, получается вот, она в инвалюции, а вот как эту систему, саму систему инвалюции проверить. Ну, я как и говорил, что тут есть запрет на дифференцирование по каким-то переменным. то есть идея какая, что вот это уравнение я, так сказать, разрешаю вот в 6 дифференцировать по всем переменным, а, так сказать, в 5 запрещено дифференцировать по, так сказать, пятой переменной, поскольку 5 вот здесь вот. Тогда я беру производную по пятой переменной и пытаюсь расписать это уравнение, построить линейную комбинацию таким образом, чтобы использовать только разрешенные переменные для дифференцирования этих уравнений. Вот получается так, поскольку они по классам разбиты, шестой я могу по любой переменной, третий, первая у них подходит, вторая тоже подходит, вот V4, один тоже подходит, ноль получился. Вот у меня получился набор соотношений, которые достаточно, во-первых, все линейно независимые, это большой плюс, поскольку у меня вот этими разрешенными переменами, у меня они определялись однозначно. И поскольку вот это вот, сами уравнения стоят в таком порядке, это означает, что я могу, так сказать, утверждать, что они все линейно независимы. Вот, и мало того, что получается, что просто других не получилось, вот, и это называется система в инволюции, то есть система в инволюции, что мы как бы и в бесконечность идем, а по полной степени пополняем систему всевозможными линейными комбинациями исходных уравнений, и при этом их можно умножать на другие там многочлены, на многочлены производные, вернее, дифференциальные уравнения можно на дифференциальные уравнения умножать, всяческие производные, дифференциальные следствия строить. И возникает вопрос, что мы на младшие члены никаких не получим соотношений. Если на более младшей по полной степени соотношений не будет, значит, система в инволюции. Вот такой простой достаточно критерий. Можно, сейчас так. Ну, как это вот все выглядит, вот эти разбиения на классы? Я не стал писать здесь производные, просто у меня написано x1, x2, это значит производные по x1 раз дважды, трижды четыре. Потому что тут форма записи достаточно такая будет громоздкая. Я как бы записал все в виде маномов, это проще для записи. То есть у нас есть маном x2, y4 или производные дважды по x, четыре раза по y. Вот он те, которые маномы он делит, то есть на которые он может наложить условия в ряде Тейлора. Маномы x4, y3. Вот вот этот светом обозначен, на кого он может наложить условия. Ну и так далее, это x5, y2, значит производные по x5 раз, по y дважды. И 7 раз по x, по y один раз. Вот. И вот они вот такие вот образуют, их еще называют конусами. Ну, в более н-мерном случае там все сложнее, но конуса остаются конусами, такими вот они отходят. Здесь плоский конус, там трехмерный будет такой-то, ну, трехмерный конус и так далее. Мы попытаемся заменить, запретив деление по определенным переменам, в данном случае вот запретили деление по переменной, вот у этого манома запретили деление по переменной x. То есть у него, вернее, по x разрешено, а по y, вот, y растет, да. По y разрешено, по x запрещено. Видите, пошла вот такая вот. Вот. У этого запретили тоже делить по x, и только по y пошла полоска. У красного сюда пошла полоска. Этому вот, так сказать, разрешили все делить. Он как все делил, так и делит. Но у нас остались свободные позиции. Вот эта позиция, вот ее не было зелененького цвета, не было вот этого цвета, не знаю, как он там называется, какой-нибудь виолет. Вот, и я их дополнил, систему, то есть я взял, я же могу эту, так сказать, производную продифференцировать. Ну или там она отвечает за какое-то уравнение соотношения на коэффициентре от илора, его продифференцировать и сместить в сторону. И вот тогда получается система полная. То есть когда вот такое разбиение здесь и здесь, они все, кто делится в обычном смысле, так делится вот как вот это разбиение, которое называется инволютивным. То есть инволютивное разбиение – это способ привести систему в инволюцию. Можно так согласовать, хотя слово инволюция в математике, как и модуле, используется очень часто в разных совершенно областях. Вот. Вот эти разбиения можно придумать достаточно много, только правила должны быть достаточно простыми. То есть, во-первых, чтобы конуса не пересекались, а во-вторых, должно быть правило пополнения. Вот как достраивать эту систему, дополнить. То есть мы здесь добавили два элемента. Вот другой способ разбиения. Вот по-другому можно разбить все. То есть здесь элементы, смотрите, эти остались, этот остался. А вот тут вот внутри мы добавили, видите, по-другому совершенно все построено. Ясно, что когда у вас число переменных будет гораздо больше, там всевозможные комбинации, можно много построить. Можно очень много рассуждать, какие лучше, какие хуже, какие эффективнее для вычислений. Потому что это главное, потому что все алгоритмы здесь экспоненциальные. И поэтому даже небольшое улучшение алгоритма может позволить посчитать целый класс задач, которые так не считаются. Вот другое разбиение, более оптимальное. Если посмотреть, тут видите, у нас были вот так элементы. А тут сейчас перестроили число элементов добавленных, было гораздо меньше. У нас один элемент добавился только. То есть это рекордсмен получился в этом смысле. Так, ну давайте попробуем пересчитать вот эти все соотношения. Сейчас, секундочку. Вот, я просто взял вот эти все примеры, которые были по Морре. Там три примера были с этими заменами, один без замены. И потом перестановки для переменных были выполнены. Вот, это выполнены. И вот я сейчас считаю эти размерности. Вот я посчитал вот этот полином Гильберта. То есть это функция. Сейчас я дам ее определение. То есть у нас, получается, мы от полной степени идет какой-то рост этих коэффициентов. Свободных, которые можно определить. Коэффициентов ряд этой лора. Или там маномов, которые не имеют делителя как раз из лидирующих маномов, по каким-то правилам определенных здесь. Вот, или там сеточные функции, там сдвига. Вот. И, так сказать, постепенно с какого-то достаточно большого кью они начинают регулярным образом пополняться. И это вот в чем регулярность заключается, что мы можем это все описать многочленом Гильберта. При этом многочлен Гильберта, его, так сказать, вот эти, вот, так сказать, максимальная степень не будет превосходить, так сказать, число зависимых, вернее, число независимых переменных. Вот. И, так сказать, он будет регулярно уже показывать, как все будет расти. Самое интересное, что он не зависит от выбранной системы координат. То есть, мы, как бы, ничего не делали, как бы, порядок этих переменных не меняли, поскольку там все перестановки, просто изменение порядка переменных свелось с разбиением на квасы. Мы, так сказать, будем получать один и тот же ответ. Ну, и там, в данном случае, я уже упоминал, лидирующий. То есть, там лидирующий маном определяется, чтобы он был совместим, либо для умножения, это в полиномиальном случае, либо дифференцирование, в дифференциальном случае, вот, либо сдвиг, опять же. То есть, там разные правила могут быть, но поскольку пространство решений никак не может меняться, многочлен Гильберта должен быть одинаковым. Ну, вот я сейчас посчитал. Вот у меня выводятся коэффициенты. То есть, это самые старшие степени, они нулевые. Это квадрат, при квадратном члене, то есть, это вот тройка, это линейный член, и единичка просто входит. Видите, размер тут не поменялся. То есть, в данном случае, эта система уже находится сразу в инволюции, и добавлять никакие члены ей не нужны. А вот для другого порядка переменных, видите, уже восемь возникло. Но многочлен Гильберта тот же самый, просто за счет другого порядка вот это само множество, оно чуть по-другому построено, добавились какие-то лишние члены, но это никак не сказалось ни на что. Вот, для того порядка, который и вот, то же самое получилось. Тут разница состоит в том, что то у нас используется, там использовалось вот это инвлютивное разбиение, мы его называли с Владимиром Петровичем Гертом, это деление Памаре, а здесь использовалось деление Жанне. Мы, к сожалению, наплодили очень много разных названий, поскольку там все было очень описано достаточно во всех источниках свои обозначения, очень тяжело все, как говорится, свести, и все ушло по-разному, и мы, как говорится, определили, хотя там большинство вел как раз, даже не Жанне, а там Томас, например, вел большинство всех этих определений. Вот, ну, определение характеров Картана. Вот, они, значит, характеры Картана, они всегда, вот, если система у нас в инволюции, и все хорошо, то они обладают таким свойством, больше либо равно. И вот с пленомом, с многочленом Гильберта, они сравнивают с очень простым, так сказать, способом, так сказать, связанным. То есть мы, зная характера Картана, сразу считаем, вот, по такой сумме многочлен Гильберта. Ну, я считаю, что многочлен Гильберта, он более удобный, поскольку там готовые функции, многочлен от Q, то есть не надо заниматься с биномиальными коэффициентами. Вот, и сила или жесткость, которые были введены Эйнштейном, там работа как раз в начале, когда была, так сказать, литература, вот, как раз из этой статьи. Вот, он вел как раз жесткость. Ну, тут, смотрите, это число маномов порядка Q от N переменных, а R это как растет. То есть у нас вот это Q как раз то достаточно большое Q, когда система становится в каком-то смысле хорошей, в инволюции. Вот, а это, так сказать, разделить на число всех переменных, то есть насколько у нас получается рост, то есть отношение всех маномов к отношению тех, которые у нас, так сказать, свободные. Вот такое понятие, вот. Теперь само уравнение на въезд токса. Ну, вот, я люблю всегда работать в настоящих координатах, поскольку там все гораздо проще получается, именно с точки зрения трактовки результатов. Вот, можно построить следующий эспаленом. Ну, эспаленом это, в частном случае, это перекрестное дифференцирование, вот. Или это, как бы, способ, по которому мы так дифференцируем или там умножаем на перемены, или сдвиги делаем так, чтобы у нас вот эти лидирующие маномы сократились. Ну, это просто способ нахождения вот этой линейной комбинации. Можно вообще решать просто, взять, продифференцировать по всем переменам и решать это как систему там, ну, нелинейных или линейных уравнений, в зависимости, какая сама функция будет. Ну, вот способ нахождения вот этих вот соотношений, когда старшие должны старшие по степени производной в данном случае сократиться, хотя это можно не обязательно, так сказать, по полной степени старшие брать. Сейчас просто, я как раз доклад посвящен многочлену Гильберта, так сказать, непостроению там байсов гребнера или инвалютивных. И вот получается вот это соотношение. То есть у нас получилось, что мы получили соотношение, оно достаточно важное в том смысле, что оно, видите, не зависит от времени, а эти функции у нас зависели от времени. Ф2 и Ф3 большое. Вот. То есть в начале момента времени у нас не только должна быть выполнена уравнение неразрывности, то есть жидкость у нас как бы не должна иметь разрывы, но, так сказать, это еще задает еще соотношение на давление. То есть давление не может быть произвольно величиной в данном случае, а имеется дополнительное соотношение. Ну и тут возникает сложность, я сейчас попозже скажу, связанная уже, если мы будем ее решать. Вот. Ну вот получается тогда вот эта уже система в инвалюции. То есть как бы мы что ни делали, ни комбинировали, мы никаких дополнительных соотношений, кроме вот этих, вот уже не получим. И тогда, значит, получается у нас в данном случае Q здесь равно 2. Вот. И, так сказать, мы можем ее переписать в виде законов сохранения, но это уже как бы свойство такое дополнительное. И вот мы можем почитать сам Полином Гильберта. То есть он будет для Q больше либо равных 2. Вот такое простое соотношение. То есть я не могу сказать, сколько здесь произвольных каких функций, там двух переменных, там одной переменной, или сколько там констант еще дополнительных, потому что это никак не трактуется, это нельзя описать. А зато накачание Гильберта дает четкое описание, сколько у вас произвольных коэффициентов ряда Тейлора будет возникать, в зависимости от полной степени производных, которые в нем встречаются. Вот такая функция получается у нас. Вот. Но если все в непрерывном случае у нас, как бы все мы посчитали, все хорошо, то вот в дискретной всегда возникают проблемы. И связано прежде всего с нелинейностью. То есть производная А, Б, если мы считаем, вот по правилу Лебница будет А штрих, Б плюс А, Б штрих, производное произведение, то в дискретном случае, где Д у нас какой-то там производная, Д, А, Б не равно Д, А, Д, Б. То есть это сплошь и рядом такая ситуация встречается. Вот. Ну и потом, конечно, наш мир, ну во всяком случае макромир глубоко нелинейен. То есть у нас все нелинейно насмучило этот самый резонанс постоянно. Вот. Возникает вопрос, как это все записать, чтобы вот эта бесконечная система разностных соотношений не была противоречива. То есть я не решаю конкретную задачу, когда у нас какие-то границы проведены там, течения в канале или что-то еще там возникает, или обтекание, например, шара, ну в данном случае, вернее, не шара, а трубы бесконечной. Ну, дорожка кармана так называемая. Вот я вел дискретные производные, потому что так компактнее записать, потому что, чтобы читаемо было. То есть D и T это производные по пространственной переменной, это сдвиг в минус первую степень, а это сдвиг в ИТ и так. По времени это у нас записан оператор Лапласа. В данном случае это, если посмотрите, это знаменитая схема крест. То есть у нас в центральной точке минус 4 получается в сумме, и его сдвинули влево-вправо, вверх-вниз, там как XY у нас координаты расположены. Вот записали в дивергентном виде. Ну и тут можно построить также разностный, это самое, разностный уже S-полинон. Мы должны вот эти соотношения, которые здесь у нас были выполнены, в данном случае вот они, мы их полностью дублируем в разностном случае. Ну вот эта форма записи такая выбрана, что да, система будет совместной, и все получится. Но если вы здесь где-нибудь вот это вот для линейности нарушите какие-нибудь скобки, или по-другому определите, например, производную по Y, вторая переменная у нас Y, мы взяли и записали по какому-то другому правилу, например, ну тоже, например, второго порядка точности, как и здесь. У вас уже не получится вот это с полином, система не станет, не придется в инволюцию, и размерность самого решения резко упадет с системы. Мало того, можно всегда получить в такие раз соотношения на, так сказать, сеточные функции, алгоритмическим способом, при котором можно будет видеть, что система несовместна. Там, конечно, можно говорить, что мы все равно будем решать численные, что-то получится. Я согласен, да, что-то получится, поскольку все эти соотношения выполнены с какой-то точностью по малости. То есть у нас там получается схема, там OH квадрат, и соотношения, которые мы добавляем, они тоже там обладают какой-то, ну, как сказать, малостью, то есть выполнены, то есть умножить на H, на T, там и так далее. И как бы оно может быть сгладить на самом деле. Но я считаю, что всегда все-таки лучше использовать так, чтобы эта бесконечная система соотношений была совместной. Вот. Мало того, я могу сказать, что если использовать, это был вот как раз доклад год назад примерно, первое дифференциальное приближение, то вот это соотношение с Полином, оно вообще будет выполнено точно для любых порядков по H и по T. То есть для меня это был удивительный факт, пока неосмысленный, но так он получился вот таким. Вот. Так. Ну и как это все можно посчитать? Я использовал, у меня пока еще не встроен гинф пакет, еще пока не встроен. Это самое. Невстроенную работу с частными производными, то есть как бы тут просто надо формально перезапись сделать. Ну тут основная сложность, почему с производными пока не встроено, надо иметь хорошую, эффективную реализацию наибольшего общего делителя. Вот. От нескольких переменных. И это достаточно, там алгоритмы хорошие, достаточно сложные в реализации. И главное, там очень много надо подкрутки делать, чтобы это было достаточно эффективно. Вот. В Мейпле эффективно сделан наибольший общий делитель. И еще там, я не помню, какая-то система компьютерная, ну тоже сделана эффективно, но они, библиотеки очень тяжело цеплять, поэтому у меня есть какой-то элемент, я симпаевским пользуюсь. Ну ясно, что симпаи это медленный достаточно, потому что на питоне написано. Ну вот я имитирую, что у меня лидирующая производная U по X, то есть в данном случае я ввел, видите, зависимые и независимые, зависимые и независимые переменные. В данном случае у меня модуль получается. То есть если я вот сейчас возьму, вот сама функция U, это вот получается у меня, это номер. А если я умножу на X, вот у меня получится, так сказать, производная вот такого характера. Так, а я здесь наврал. Так, сейчас U X разделить. Ага. Я тут наврал с вычислений, у меня добавилась я все время по производной по X, то есть не совсем верный результат получится здесь. Ладно, но мы тогда можем явным способом задать. Я сейчас вот так сделаю. Чтобы не наврать, к сожалению, это не очень может быть эстетично. Михаил Дмитриевич сказал, что надо нормально все сделать. Так, только умножить уже на Y, это будет первая переменная. Это будет V как сказать. 0, правильно. И повторим вот это вот то же самое. А, SES, да, 2. Это будет 3. А, так, скобку, так, более винт. Скобки пропустил. так, так, правильно. Правильно. Сейчас мы комментируем. ну, где-то тут я наврал с вычислением. То есть, я посчитал не совсем правильно, а как бы для продолжения. То есть, он чуть по-другому по-другому Генберта здесь будет выглядеть. Так, ну тогда сейчас так, сейчас. основные выводы. то есть, исходная система полиномиальных уравнений устанавливает на бесконечное множество маномов определенные соотношения. Аналогично. Для дифференциальных уравнений устанавливает на коэффициенты рядов тт лора эти же определенные соотношения. Для разностных на сеточные функции. Вот. размерность системы удобнее определять как функцию от полной степени Q. Манома или производной или сдвигов сеточной функции. Для достаточно большого Q, если система не имеет не пустое множество решений, эта функция ведется регулярным способом и может быть представлена в виде многочлена Генберта. Чтобы точно определить значение Q, нужно построить базис гребнера или инвалютивный базис. Я не делал определения ни того, ни другого, поскольку тогда бы доклад был очень сильно перегружен, это там несколько надо докладов делать. Вот. Но тут получается, что вот сам базис гребнера и этим занимался как раз Панкратев, он дает очень удобный способ вычисления. То есть, да, Q вам известно, даже известен там алгоритм какой-то, но они очень громоздкие и сложные в построении эти алгоритмы, чтобы посчитать многочлены Гильберта. А вот если инвалютивный, где у вас вот это есть разбиение на классы, то есть каким вы переменно можете там умножать или дифференцировать для производных или звиги делать, у вас тогда получается очень простой алгоритм для вычисления, так сказать, многочлены Гильберта. Ну и в качестве, так сказать, так это такой небольшой задачки на задачке ума, это пример Жанне, то есть вот дана такая система у x x минус y у z z. Ну тут y входит в это уравнение как параметр. И на этот параметр вот такое соотношение. И сразу возникает вопрос, а какова размерность решения этой системы? То есть я хочу с помощью этого параметра управлять там чем-то и вот на него есть какие-то соотношения. Это как бы простая задача, более сложная задача. При каких условиях на v и w вот это размер разрешения системы вот этой будет максимально. То есть что надо добавить, чтобы у нас получился максимальный размер с этой системой. Спасибо за внимание. Доклад закончен. Вопросы? Спасибо, Юрий Анатольевич. Может быть, прежде чем пойдут вопросы, я бы попросил тебя сказать несколько слов вот о чем. Хотя все эти определения ты давал как взятые из близлежащих, но все-таки немножко различных направлений математических знаний и показывал, что разные люди находят эти вещи разными своими трюками, способами, приемами. Ты говорил, а мы посчитаем, а мы посчитаем, а мы посчитаем. Я бы просил тебя несколько слов рассказать о твоей системе ГИН, с помощью которой ты можешь делать и то, и другое, и третье, и более эффективно, чем твои предшественники. Краткий такой обзор. Что это такое? Что за система? Ну, ГИНФ, мы когда задумали, мы с Владимиром Петровичем, ну, тогда писались пакеты, вот, был куторной такой вот у него ученик, Жарков Алексей Юрьевич, вот мой соавтор, и, так сказать, к сожалению, безвременно ушедший. Вот, и, так сказать, мы писали пакеты, тогда в основном писались все на Эрлиспе под системой Редьюс, чтобы можно было посчитать эти Борисы Гребнера инвалидивные базисы. Вот, но оказалось, что написание библиотеки, оно само по себе, так сказать, не очень эффективно в использовании. Там обычно вход, вы не можете комбинировать, что-то дело считать, и так, с Владимиром Петровичем у нас возникла идея встроить это в язык питон, чтобы можно было, так сказать, легко, удобно вызывать основные функции этой библиотеки, и удобство использования было. Не требовало ни компиляции, ничего. И, поскольку, так сказать, надо было дать название, оно должно как-то смысл определять, родилось название Гребнер инвалютив, то есть ГИНФ, поэтому ГИИ большие буквы, НИВ маленькие буквы. Вот, было много разных версий этой системы у нас сделано, там интерфейс чуть-чуть либо менялся, применялось разное развитие, она достаточно хорошо и быстро считает. Вот, сейчас я покажу здесь элементы сравнения, это вот как раз с Мэйплом, где алгоритм Фуджера встроенный, FGB так называемый. Вот, поскольку он достаточно в Мэйпле был встроен, так сказать, там мы сравнивались, то есть видно, что иногда он выигрывает вот эти вот все, это разные инвалютивные деления, разные стратегии. Это сколько занимает сам базис Жанэ и сколько греб нарубаясь. Видите, они всегда базис Жанэ в данном случае больше, а это деление Жанэ-лайк, это чуть другое тоже инвалютивное деление. Ну, видно, что иногда разница достаточно большая, иногда более быстрая, то есть некоторые примеры считаются у нас быстрее, некоторые у Мэйпа, но могу сразу сказать, что наша система, а поскольку сейчас базисы гребно расстроены в абсолютно все современные системы компьютерной алгебры и даже бывает несколько там разных пакетов, то наша система, она как бы специализирована, я даже называл специализированной, поскольку как раз инвалютивный подход строена. Ну и видно, что на некоторых задачах, видите, начинается, поскольку все задачи экспоненциальные, бывает, система куда-то далеко улетает, видите, какое время уже вычисления, там просто стоял 10 тысяч секунд и, вернее, она посчитала за 10 тысяч секунд. Мы выиграем на несимметричных примерах, а Фуджера, поскольку он использует методы линейной алгебры и там порядок маномов тоже задается, но в момент вычислений он не играет никакой роли, поскольку там решается разреженная такая система линейных уравнений, такая большая разреженная матрица, и он в этот момент выигрывает. Вот сейчас как раз у нас как бы есть идея, как этот момент обойти и сделать это все более эффективным. Также вот в последнее время мы в этот ГИНФ встроили сборку мусора, только это не совсем сборка мусора, я доклад уже делал на эту тему, то есть это такое динамическое представление памяти, которое использует свойства именно объектно-ориентированного языка. В данном случае, поскольку вся библиотека, ГИНФ, все ядро для эффективности написано C++, используя как раз эту объектно-ориентированную технологию, позволяет сборка мусора будет занимать доли процента, и при этом достаточно эффективный, и, так сказать, увеличивает быстродействие, поскольку куски памяти, они распределяются рядом, которые нужны, то есть задан многочлен, там в одной области памяти находятся и маномы, и длинные числа, коэффициенты, и так далее. А если они в разных частях, то обычно это сильно замедляет, поскольку компьютер, там современная архитектура, он подгружает в защищенном режиме страницами целыми. Если на разных страницах попало, то не идет в кэш, и это дикое замедление, поскольку это вот все происходит. Ну и вот сейчас в системе ГИНФ встроены как раз вычисления многочленов Гильберта, поскольку я нахожу в удобном, конечно, можно было сделать и вычисление характера Картана, но я не вижу смысла в этом никакого, поскольку все пользуются так. Сделана работа с модулями в данный момент, ну и в данный момент ожидается, что, так сказать, будет там использован новое инвалидивное деление, и потом будет такой элемент кэширования в дереве Жанэ, который позволит какую-то имитацию сделать алгоритмов Фуджера. То есть идея у него хорошая, здравая, что чтобы меньше повторных сделать каких-то редукций, сэкономить на этом, использовать вот этот алгоритм линейной алгебры, тут они будут как бы имитироваться, то есть не совсем линейная алгебра, но имитация будет происходить. Вот, и надеюсь, что мы резко ускоримся и на части примеров будем его бить. Можно их приводить, тут по-разному бывает. Так, ну вот, как бы сейчас развитие такое будет наблюдаться достаточно, я надеюсь, хорошее, и к лету я выдам еще более обновленную версию Гинва. Спасибо, Юрий Анатольевич, спасибо. Я, может быть, сумбурно, конечно, но, а вот, я забыл сказать, сейчас я покажу экран, вот, Гинв, он лежит в свободном доступе, вот, это, так сказать, адрес, сейчас я покажу, ну, гитхаб, блинков.ua, это вот тут у меня расположены программы, которые я выкладываю, вот, это какой-то мой дальний родственник 200 лет назад, а родственник, ну, где-то 800 лет между нами разница в возрасте, вернее, общий предок где-то лет 800 назад был, так, вот у нас есть, вот сам Гинв, и вот есть шаринг блинков, где у меня выложены, тут связаны с разными схемами, так сказать, с вычислением, так сказать, первого дифференциального приближения, вот, я планирую сюда выложить еще примеры, ну, примеры с Гинвом, там в основной репозитория лежит, но дело в том, что здесь, что чем удобно, вот как раз этот самый гитхаб, что он позволяет это вот выкладывать, видите, в нормальном виде ту оболочку, которую считают, это Юпитер, Юпитер Notebook, это вот оболочка, которая цепляет Симпай, там численные методы и так далее, позволяет вставлять латех и достаточно удобно для наглядности, то есть можно скачать, выполнить, правда, видите, не всегда хорошо получается, но иногда вот она очень удобная. Еще вопросы? Спасибо. Какие вопросы к докладчику? Уважаемые участники мастер-класса, все удовлетворены докладом на 100%, нет ни вопросов, ни замечаний. Ну, а Михаил Дмитриевич не задаст вопрос? Что нам скажет начальник транспортного цеха? Ничего не скажет. Хотите, чтобы я повредничал? Да всегда, пожалуйста. Я уже улыбаюсь. Для всех младших... Меня на самом деле один момент немножко смущает. Когда Юрий Анатольевич нам на девятом слайде сегодня рассказывал, вспоминая меня по поводу сложной задачи, что вот введение функции тока не спасет титанов мысли, я все-таки не могу с этим согласиться. Дело в том, что можно сделать еще один шаг и понять, что в системе 2, которая вот тут вот есть, по функции P мы, собственно говоря, ничего не знаем. И поэтому ее спокойно можно исключить. Первое уравнение продифференцировать по Y, второе по X и тупо одно из другого вычесть. Можно, можно. Результат получится одно уравнение на Psi, которое будет, ну, я слово эквивалентно побоюсь здесь сказать, но мы ничего из системы не убавили важного, потому что про P мы ничего не знаем. И сдается мне, что одно уравнение исследовать на разрешимость довольно просто. Ну, дело в том, стоит, что это когда, если мы будем аналитически пытаться решить, нашли функцию тока, а потом, поставив сюда, нашли давление вот в эти отношения. Но задача стоит в том, что там на, так сказать, на давлении возникает задача Неймана. А как я не имею самого P поставлю саму задачу. Если я буду, например, численно решать или как-то еще. Как мне это все сделать? То есть нет переменной P, а у меня, значит, я не могу на границах условия задать. Вот я все-таки повредничаю. Если мы рассматриваем какую-то краевую задачу, то тогда ее надо сформулировать, и тогда это будет совсем другой разговор. Но пока что мы вроде как говорим про вообще пространство решений некоторые системы нелинейных уравнений в частных производных. В данном случае вопрос о том, как устроено пространство решений очень простой, потому что все дело сводится к одному уравнению относительно Psi. Вот что я пытаюсь сказать. И твои два вопроса, которые тут написаны, я тут полностью с одной стороны согласен. С одной стороны согласен. Ну, это на Psi получили соотношения, а получается на P какое соотношение будет? P же тоже у нас функция. То есть я должен буду Psi подставить, а какова размерность будет на P? Ответа не получится. На Psi да, размерность есть, но Psi оно однозначно определяет у нас P. Да. Ну, что еще до константа, да. согласен. А вот если численно решать, пробовать, то получается здесь будет вот даже вот эти соотношения у нас задача неймана. То есть пусть Px, Py известно, но подход границы здесь третья производная, это по-моему 7 точек надо минимум брать. А у меня на границе одна точка. Как я возьму 7? Чтобы производную записать третьего порядка, надо по-моему 7 точек. Я могу набрать, конечно, надо посмотреть там или 6 точек надо брать, или 7. Меньше просто не задашь. Особенно если второго порядка условия делать. А как я подойду к границе, когда у меня там одна точка, а у меня надо еще туда вглубь залезть на 7. И начинается всякая кухня, которая там все портит, поскольку если уравнение там задачи у нас предположим по времени не меняется, то есть аналептический тип будет носить, когда в RepT не будет производной по времени, там будет эллиптический тип. А там любое значение любой точки влияет на значение во всех точках. Ну численно. Если я там сильно навру на границе, то у меня вообще ничего не получится. Если позволите, я пару слов скажу. Видимо, Михаил Дмитриевич имел в виду следующее, что нужно аккуратно формулировать, чем мы занимаемся. Если мы говорим о пространстве решений, то это какой-то аналог общего решения. Если мы при этом еще имеем в виду будущее использования, то мы говорим это как обход задачи, которую в дальнейшем мы будем вкладывать в более общую задачу вычисление частного решения, удовлетворяющего каким-то граничным условиям. То есть, либо задача независимая, либо это какой-то подзадача другой, более сложной задачи. Это немножко другая история. И возможно, когда мы говорим по первому проходу, лучше говорить об отдельных изолированных, не вложенных в другие более общие конструкции задачи. Потом, когда будет пройдено по первому этапу, по первому проходу, можно сказать, а вот еще можно задать такой вопрос, а вот можно еще задать такой вопрос. Тогда, возможно, будет лучше восприниматься. Михаил Дмитриевич, я правильно понял? Вполне. И я согласен с этим. То есть, я как бы говорил о задаче Каши Ковалевской вот в этом смысле, что мы, поскольку размерность, она позволяет грамотнее сформулировать как раз заграничные начальные условия, чтобы у нас однозначно решение определялось по ним. Чтоб не было набора и так далее. Но тут как бы плохо. И я как бы еще, но это я как бы полностью поддерживаю, а немножко в оправдание я могу как сказать, я вот тут сделаю, например, какой-нибудь дополнительный член там У умножить на УХ плюс ВУ и уже никакого не получится ввести здесь ни функцию тока ничего и тогда так сказать получится, что тогда задача нерешаема такой замена. Замена просто естественно, что для вот этих физических всяких соотношений оно часто бывает готовое и есть, они вот разработаны, там функция тока есть в данном случае, в трехмерном случае все будет сложнее, конечно, но как бы тут она всегда остается. Я всегда как бы чисто идеологически мне все нравилось, что вот есть задача в естественных координатах, я все решаю. Я не пытаюсь ничего делать, всякие замены, которые надо не, там и вырожденность присутствует, и взаимной однозначности нет и так далее, и так далее. То есть, какие-то точки возникают, в которых, так сказать, решение не определено. Все, я закончил. Хорошо. Еще кто хочет повредничать или задать вопросы? Ну, может быть, впоследствии, когда люди переварят, возникнут вопросы. Юрий Анатольевич, ты оставишь где-то приятного? Я вот сейчас, я сейчас, может быть, у всех на глазах попробую это сделать, чтобы все видели, что это возможно. Сейчас так. вот сейчас тут дополнительные действия. нет. Сейчас я вот на этом, а тогда я, вы не увидите, да? Значит, запись. Так. Я попробую здесь вот выложить, тут обычно позволяется выложить файлы. Я попробую. Юрий Анатольевич, а если ты перешлешь, например, Дмитрий Сергеевич, и он потом прицепит? Все, я сейчас, тогда я лучше перешлю. Я перешлю. Я тогда просто пришлю доклад, я сейчас перешлю, а потом я там поправлю с вычислением этого самого для навеса с Токсом многочлена Гильберта. Потому что я там лишний раз по ИКСу все продифференцировал, условно говоря. Вот. И тогда это самое. И пришлю и тот файл. Я его, кстати, и выложу ссылку, туда вот на, чтобы люди могли не ставить там специальные ПО, вот этот, Юпитер, ноутбук и Питона, а можно посмотреть будет на сайте вот этого гитхаба. Все, хорошо. И все, сейчас я... должен сказать, что будет еще одно выступление Юрия Анатольевича где-то через месяц, через полтора. Не скажу, что это будет второй этап, но тоже в продолжении единой тематики. Это будет очень интересно. И возможно, которые слушают сегодня, будет интересно и увидеть развитие продолжения идеологии. Ну, может быть, я слегка проанонсирую там две минуты буквально. Да, конечно, конечно. Там основная идея какая? Есть хорошая развитая теория вот от симметрии дифференциальных уравнений. Там группы инфинциземиальных преобразований и так далее, и так далее, группы ЛИИ. Но возникает вопрос, так сказать, там выведены все формулы, все получено. Вот, но я нахожу очень интересным такой подход, который в каком-то смысле это все даже обобщает и делает простым. Если вы знакомы с байсами Грёбнера или просто пользователи этих байсов, то есть не надо знать сами алгоритмы, надо просто знать основные свойства. Можно, основная идея вот этих вот симметрии дифференциальных уравнений с точки зрения, так сказать, ну вот, как бы прикладных, это нахождение частных решений с одной стороны, либо введение констант нелинейным способом. Поскольку для линейных уравнений там все просто, линейная комбинация решений является решением, то в нелинейном случае такого не проходит. И возникает вопрос, а как можно туда эту константу засунуть, так сказать, которая бы позволяла обобщить эти решения, то есть сделать какой-то произвол в самих решениях. Вот. И оказывается, что можно определенным способом переопределять исходную систему, переопределять таким способом, чтобы вот эти вот соотношения дополнительные, они линейными оказываются, как непарадоксальны. То есть вы нелинейной системе дописываете что-то тоже нелинейное, а соотношения, которые, чтобы построить и вести эти константы, найти частные решения, они все равно оказываются линейными. То есть вот такой парадокс получается, незаметный, может быть, сразу. И там главное, можно вообще формулы эти все не знать, но просто надо знать принципы этого построения и находить эти, так сказать, симметрии дифференциальных уравнений и даже в каком смысле обобщать общую какую-то теорию в этом смысле. Вот так вот я как бы кратко. Хорошо, хорошо, спасибо. Спасибо. Ну и коли дополнительных вопросов нету, я думаю, что сегодня мы можем на этом заканчивать. Спасибо всем участникам. Спасибо, Дмитрий Сергеевич, что он нас ведет по этой системе семинарской. До свидания. До свидания. Всего доброго. До свидания всем. Спасибо большое. До свидания. Спасибо, Юрий Анатольевич. Надеюсь на встречу в Петербурге. Всего доброго. надеюсь. Да. 1 мая. Спасибо.